Жителям Тверской области предлагают пополнить мобилизационный людской резерв. Проект, который получил название БАРС, создан по указу президента страны Владимира Путина, который был подписан еще в 2015 году. Сейчас программу было решено оживить. На что она направлена и как стать ее участником, об этом в сюжете Никиты Васильева. Создать мобилизационный людской резерв вооруженных сил Российской Федерации на период проведения эксперимента по внедрению новой системы подготовки и накопления мобилизационных людских ресурсов. Так сформулирован указ президента страны и верховного главнокомандующего Владимира Путина. Документ был подписан еще шесть лет назад. Вплотную к реализации задуманного приступили недавно. Задача по созданию так называемого боевого армейского резерва страны, сокращенно БАРС, возложена на военные комиссариаты регионов. Мобилизационный людской резерв — это резерв граждан, пребывающих в запасе, которые заключили контракт с конкретной воинской частью на конкретные воинские должности. И будут проходить службу в военное время, либо оказывать помощь субъекту Российской Федерации при возникновении чрезвычайных и иных ситуаций на территории нашей области. А в остальное время они находятся дома, ходят на работу и живут как обычные люди. Все, что будет отличать гражданина, находящегося в мобилизационном людском резерве, обязанность перед Министерством обороны являться в течение суток после получения повестки в часть, к которой он будет приписан. Проект БАРС подразумевает проведение с теми, кто заключил соответствующий контракт военных сборов трехдневных раз в месяц и месячных раз в год. Как отмечают в военном комиссариате Тверской области, пребывание в мобилизационном людском резерве — это уникальная возможность реализовать свои амбиции, улучшить физическую форму и получить дополнительный заработок, как минимум 12% от должностного оклада. Так, рядовой на должности стрелка ежемесячно будет получать 2085 рублей, командир миномета — 3684 рубля, командир роты — 4849 рублей, командир батальона — свыше 5000. Кроме того, денежное довольствие будет выплачиваться и в период прохождения военных сборов. К примеру, за один день занятий солдаты и сержанты смогут получить от 700 до 900 рублей, офицеры — от 1 до 2 тысяч рублей, а оплата месячных сборов начинается от 17 тысяч рублей. При этом все это время военно обязанные находятся на полном обеспечении, начиная от питания и заканчивая обмундированием. Добавим, что первый контракт с Министерством обороны можно заключить на три года. При этом предусмотрена единовременная выплата. Чтобы стать участником проекта БАРС, достаточно прийти в военкомат по месту прописки и заявить о готовности заключить соответствующий контракт.